Наши оперативно реагирующие на все редакторы увидели пост Дмитрия Глуховского, писателя в фейсбуке, о том, что... А впрочем, Дмитрий, расскажите, что вы написали в фейсбуке? Почему вы против, если мы правильно поняли, почему вы против этого закона? Вы знаете, но у меня есть целый ряд вопросов. Я уже второй день пишу в своем фейсбуке на эту тему. Дело в том, что, мне кажется, асимметричным назвать принятый закон, значит, просто поскромничать. Потому что его настоящие причины, причины принятия закона Акта Магнитского и причины принятия так называемого закона Димы Якулева, они вообще совершенно разные, лежат в совершенно разных областях. Есть несколько отличных журналистских расследований, проведенных в том числе журналом The New Times, и появляются новые газеты, которые объясняют, в чем настоящая суть закона Магнитского. Дело в том, что Магнитский, случайно защищая интересы своего инвестиционного фонда, который он представлял, скрыл крупнейшие коррупционные схемы, про которые большинство людей в нашей стране, живущих, даже не подозревают. Ну, мы-то все знаем. Знаете, да? Ну, я не уверен, знают ли все ваши зрители об этом. Речь идет о том, что высшие чиновники различные, возможно, это уходит на самый-самый верх, воровали НДС. НДС – это налог, заложенный в стоимость товаров и услуг, и невозможно избежать его уплаты. То есть это деньги из наших с вами карманов. Магнитский, уводя деньги, уже уплаченные в казну, на счета офшорных фирм. Он это случайно вскрыл, Магнитский, защищая свою собственную репутацию, продолжил терроровать. И в какой-то момент, значит, ему угрожали, потом его посадили в тюрьму, и в какой-то момент он в тюрьме скончался, по некоторым данным, будучи прикованным, значит, наручниками к батарее и сбившими над дубинками... И при чем тут дети? Дмитрий, да. Очень хороший вопрос. Дело в том, что мне кажется, что такая острая реакция на закон Магнитского, говорит именно о том, что попали этим законом в очень чувствительную зону, в нервную точку американцы. Потому что они тем самым, принимая в Конгрессе этот закон и подписывая его руками американского президента, признают, что у нас в стране проблема коррупции и круговой поруки, она заходит до самых высших эшелонов власти. И такая острая, озлобленная, неадекватная совершенно реакция и говорит о том, что просто причастные ко всем этим процессам в нашей политическом эстеблишне, что они занервничали. Понимаете? Занервничали и пытаются максимально переключить сейчас общественное внимание наше с вопроса настоящих причин принятия закон Магнитского. То есть то, что разоблачили фактически находящиеся у власти ОПГ. Понимаете? Переключить на вопрос, у вас в Америке негров вешают. Вот то, что у нас было в советские времена, на любые американские обвинения нас в отсутствии демократии, свободы слова, прав человека, мы говорили, у вас в Америке негров вешают. У вас в Америке детей забывают, теперь наших усыновленных детей забывают в машинах. Я уверен, что это операция прикрытия, я уверен, что это нужно исключительно для того, чтобы переключить внимание общественности с причин принятия закона Магнитского, игнорировать это тоже нельзя, делать вид, что это не происходит, переключить на то, что они наших детей усыновляют и потом забивают до смерти, забывают в машинах на солнцепёке, пытают и так далее. Хотя на самом деле статистика такая, что 19 погибших трагических детей за 20 лет на 50 тысяч, больше, чем на 50 тысяч усыновленных. И живущих сейчас, сколько бы из этих усыновленных в наших детдомах погибли бы от холода. Спасибо большое, Дмитрий.